К нашему эфиру присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Добрый день, приветствуем вас в эфире Фридом. Здравствуйте. Доброго дня. Итак, Александр, давайте начнем вот с чего. Российская пропаганда активно начала раскручивать кампании по дискредитации нового главкома Александра Сырского, имя которого, напомню, что связывает с одними из главных успехов украинской армии, освобождением Киевщины и Харьковщины. Так вот, кремлевские пропагандисты говорят, мол, человек старой советской закалки, закваски, наш человек. Ну, советский, российский, это, в принципе, для них одно и то же. Что бы вы сказали на эти вбросы? Это было вполне ожидаемо. Но подобного рода вбросы будут касаться многих представителей сейчас из руководящего состава силовых структур, силового ведомства и так далее. Нормальная реакция российской пропаганды на какие-либо изменения в Украине в руководящем звене. В остальном же, если они говорят, что это человек из закваски, то этот человек прогнал их из-под Киева. Он прогнал их из Черниговской области, из Сунской области, Харьковской области, опять-таки. Ну что ж, посмотрим в дальнейшем, как это сработает. Просто тут не совсем понятно, они пытаются это каким-то образом представить, что теперь им будет легче воевать? Ну, судя по тому опыту, который есть у Александра Сырского, вряд ли. Или они пытаются это каким-либо иным образом обставить, что якобы Александр Сырский будет подыгрывать российским оккупантам? Поскольку он как-то там из прошлого, да? Нет, абсолютно. Мы видели множество примеров, опять-таки, с 2022 года, когда именно Александр Сырский стал одним из тех кошмаров, который снился именно российским генералам и продолжает сниться. А потому брос, как по мне, довольно-таки примитивный, никчемный, но вполне ожидает. Ну и можно продолжить эту, опять же, в контексте контрпропаганды тему, что, мол, не все в порядке в руководстве Вооруженных сил Украины. И именно из-за этого связаны вот такие кадровые перестановки. Вот как вы, на ваш взгляд, как вы расцениваете кадровое решение Верховного главкома Зеленского? Как это отразится на фронте, на логистике, поставках и тому подобное? Ну, скажем так, практически со всеми назначениями я согласен, поскольку это люди опытные, это люди со своим бэкграундом, со своими определенными достижениями. Это не люди с улицы, что самое главное. Это люди, которые являются боевыми офицерами, действующими офицерами. Они в курсе событий, они в курсе ситуации, им не нужно вникать долговременно. Поэтому в большинстве своем все эти назначения достаточно уместны. Но под эти назначения следует понимать, что мы входим, вошли даже фактически в 2024 год в условиях жесточайшей экономии по многим показателям, в частности боеприпасов. Поэтому нашей возможностью поведения не то чтобы наступательных, но даже и оборонных действий, к сожалению, но из-за того, что наши международные партнеры дали, скажем так, сбой, в значительной степени ослаблены и ограничены. Поэтому все будет зависеть не только от непосредственно профессиональных качеств каждого человека непосредственно, каждого руководителя непосредственно, но и от того, как решатся вопросы с поставками Украины. Ну, к вопросу о боеприпасах. Были разговоры, что Евросоюз мало того, что должен интенсифицировать производство боеприпасов, в частности, я имею в виду артиллерийские снаряды, но и обсуждалась возможность покупать эти боеприпасы за пределами ЕС. В той же Южной Корее назвались другие страны. Как вы вот смотрите на такую возможность? Я думаю, что это вполне реалистичная возможность, особенно с учетом того, что если мы уже говорим непосредственно про Южную Корею, то Южная Корея в Азиатском регионе является одним из крупнейших производителей боеприпасов 155-го калибра. И это производство у них не имеет определенных ограничений, кроме временных. Для увеличения производства это только лишь вопрос времени. Не технический, не технологический, а именно вопрос времени. Поэтому вполне возможно, что Южная Корея именно в таком формате присоединится. Хотя до сих пор она оказывала поддержку гуманитарного плана Украины, а также нелетальной техникой, нелетальными вооружениями. Давайте сейчас поговорим о формате «Рамштайн». Западные партнеры сейчас обсуждают возможность изменения этого формата. И я напомню, что это группа, которая занимается вопросами обороны Украины. То есть рассматривает вероятность, что предоставление военной помощи Украине должен координировать именно Североатлантический альянс. И связывает это с тем, что, мол, беспокойство вызывает возможное возвращение Трампа на пост президента Соединенных Штатов, как сейчас происходит работа «Рамштайна», роль в этой координации о поставке вооружения Украины. И в целом, возможно ли, вот о чем я говорил, переформатирование «Рамштайна»? Это, конечно, было бы очень нежелательно и неблагоприятно, если бы США вышли целиком даже на какой-то период времени из такого формата. Но мы видим, что реалии таковы. Впервые в истории США внутренние интересы, внутриполитические интересы стали доминировать над государственными. И это, в первую очередь, конечно же, очень негативно, то, что это произошло, настолько непростую ситуацию для Украины, период, когда Украина нуждается наиболее в поддержке. Но мы с этим как-то справимся, адаптируемся. А вот в Соединенных Штатах это будет позорная страница для республиканской партии. Еще никогда в истории США ни одна партия не ставила свои внутренние политические интересы выше государственных. Причем еще никогда своими интересами они, скажем так, не составляли препятствия сразу нескольким государственным исторического масштаба интересам. Не только Украины в данном случае, а еще и Израиле и Тайване, которые являются в историческом формате многолетними, более чем полувековыми партнерами Соединенных Штатов. Это позорная страница для республиканцев. Но к этому следует адаптироваться, Европа к этому адаптируется постепенно. Конечно, это совершенно не тот будет масштаб поддержки. Это следует понимать. Ресурс США намного больше, чем у стран Североатлантического альянса. Но такое переформатирование с учетом тех тенденций, которые мы сейчас можем наблюдать, да, безусловно, оно уместно. Ну, мы сейчас говорим, как бы в будущем времени, да, как бы предпосылок к этому таких серьезных нет. Еще один вопрос по Рамштайну. Вот министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации. Как вы думаете, каким-то образом это может отразиться на вот ближайшем заседании группы Рамштайн? В принципе, я не думаю, что это может отразиться. Особенно с учетом того, что США на сегодняшний день прямой поддержки мы не ощущаем. То есть будет заместитель и непосредственно сам глава Пентагона. Это даже вопросы при других обстоятельствах был бы не настолько существенный. А при нынешних он не является критичным. Вот еще хотел о чем вам задать вопрос. Украинская разведка подтверждает увеличение использования россиянами систем спутниковой связи Старлинк на фронте. Я попрошу поставить сейчас прямую речь и потом мы с вами обсудим этот момент. Да, да, сделали. Они приложение установили, всем объяснил. Старлинк работает, интернет есть. По мостам интернет есть? Да, по мостам есть. Так вот, Илон Маск уже назвал эти сообщения ложными. Мол, SpaceX не продает России эти терминалы. И я процитюю, в ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Старлинк России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Старлинк не был продан России прямо или косвенно. Об этом написал Илон Маск. Но можно ли все же предположить, что Маск работает на два фронта? Или это так называемый серый импорт? И можно ли, имея такие данные, как-то противостоять этому? Насколько известно, те Старлинки, которыми пользуется Российская Федерация, они были приобретены в Объединенных Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты всегда были, есть и будут самым большим на Ближнем Востоке офшорным хабом для российской оборонки. Это ни для кого не секрет. А Объединенные Арабские Эмираты до сих пор являются одним очень важным транзитным узлом для отправки в Россию контрабанды целого ряда наименований, электроники и так далее, которые Россия использует в войне против Украины. А то, что Старлинки напрямую не поставлялись в Россию, да, безусловно, я с этим полностью согласен. Я даже более чем уверен, что это так и есть. Но самое главное – это посредственно. Самое главное, про что сказал Илон Маск – это посредственно. То есть эти Старлинки могли поставляться в Объединенные Арабские Эмираты. А уже оттуда они были переправлены в Россию. Но возникает вопрос. Старлин, который должен был получить определенный свой код, пароль для работы на территории Объединенных Арабских Эмиратов или любой другой страны за пределами Российской Федерации, каким образом получает возможность по тем же самым паролям и кодам работать с территорией либо Российской Федерации, либо временно оккупированной в территории Украины. То есть Старлинг для, например, Франции – это Старлинг для Франции. Старлинг для Великобритании – это Старлинг для Великобритании. Он не будет работать в Китае при всех заданных параметрах. Точно так же, как Старлинг для Объединенных Арабских Эмиратов, он не должен работать в России или на территории, которая является частью оккупированных территорий Украины, зоной боевых действий. То есть если там работает Старлинг, об этом никак компания Илона Маска не может не знать. Они это прекрасно знают. И если он работает, значит, соответственно, ему дается такая возможность. А кто такую возможность дает? Только материнская компания, а не какая-либо другая. Вот, собственно, это вопрос к тому, что мы уже имеем дело с целым рядом лжецов международного уровня. Тот же самый Путин, Трамп, любитель фейков, Такер Карлсон, но в этой компании уже давно и Илон Маск. Следует его воспринимать таким, как он и есть. Слово блуд и пустозвон, которые действуют исключительно в своих интересах. В данном случае интересы довольно-таки серьезно окрашены в протрампийские цвета. И я бы даже сказал не просто в протрампийские. То есть, иными словами, этот Старлинг взломан, перепрошит какими-то российскими кулибинами, и в ответ компания Старлинг должна была, соответственно, отреагировать, как бы заблокировать эту аппаратуру, так? Конечно, безусловно, но она этого не сделала. Я даже не думаю, что там был какой-то глубокий взлом или перепрошивка. Вот еще о чем хотелось бы поговорить. Издание Форс пишет, что российская армия вынуждена использовать старые танки производства времен Холодной войны. Почему так происходит? Это следствие больших потерь в технике или невозможность ускоренно выпускать, производить новые машины? Ну, открыли секрет в Пелешинеле. Конечно, Форбс молодцы. Танки Т-62, например, 50-х годов выпуска, еще с конца мая-начало июня 2022 года оказались в зоне боевых действий в Украине. Поскольку эти танки, они намного быстрее восстанавливают из консервации, нежели Т-72 или Т-80. И, помимо этого, еще Т-54-55 появились еще в 2023 году. Их предварительно оправдывалось российское командование, что их отправляют исключительно как Эрзат-САУ, то есть имитацию самоходных артиллерийских установок, работы закрытых позиций. Некоторые эксперты-аналитики слишком самоуверенные заявляли, что их вообще закопают в качестве стационарного объекта, и они будут с полузакопанного такого положения вести огонь. Хотя, на самом деле, с первых дней было понятно, что у России серьезный дефицит возникает с компенсацией потерь тяжелой бронированной техники, основных боевых танков. И все эти танки пойдут именно в последствии, в будущем, как ОБТ. И сейчас мы можем наблюдать именно такое явление. Практически вся старая техника такого типа, она идет как ОБТ. То есть их не закапывают как стационарную огневую точку. Да, их используют как Эрзат-САУ, это правда. Но Эрзат-САУ сейчас используют даже Т-90М-прорыв. Даже они выполняют функцию вот такой вот имитации самоходной артиллерийской установки. Для танков это 90% функционала в зоне боевых действий. И это никак не отличает Т-62, например, от Т-80БВМ или Т-90М-прорыва. Ну, то есть, насколько я понимаю, что танк с 60-летним сроком годности эффективно участвовать в боевых действиях не может. И у России нет возможности их модернизировать в плане современной электроники или усиления брони и так далее. Насколько вообще эти расконсервированные машины способны двигаться? О, ну тут, если мы говорим про Т-62, у него всегда была проблема с нагрузкой на шасси и на силовую установку. У него, во-первых, очень слабый двигатель. И при увеличении, даже когда на Т-62 пошла модернизация, на него стали составить дополнительные полимерные блоки металлические. Те же самые брови Брежнева, например, защиту на башню. Это уже сказывалось на силовую установку. Он становился менее мобильным и повышался износ основных его узлов. То есть, это уже влияет. А теперь представим себе, что поверх этой брони еще дополнительно навешивают полторы тонны контакт-1, металлическую решетку от дронов и еще что-нибудь. К примеру, Т-62МВ недавно бурятские были с противоминными метралами и отгребными валами. То есть, это серьезная нагрузка, которая значительно ухудшает его мобильность и так далее. В целом, да, у России сейчас есть серьезная проблема с компенсацией потерь в зоне боевых действий именно тяжелой бронированной техники. Они пытаются ее восстанавливать как могут. А единственный выход – это использование морально и технически устаревших образцов. Их можно очень быстро восстанавливать, поскольку это примитивная механика. Но в зоне боевых действий они не являются, скажем так, каким-то решающим элементом. Как говорит российская пропаганда, например, про танк Т-90М «Прорыв», что он решает что-то на поле боя. Да нет. Эти тем более. Ну вот по поводу тюнинга современной бронетехники россиянами, я подчеркиваю, уже современной. Так вот, я не могу не вспомнить свежее видео на вашем телеграм-канале. Антидроновая защита из веток на не имеющем, так называемым, не имеющем аналогов Т-80. Александр, может вы ошиблись? Может это на самом деле вот такая своеобразная маскировка? Все-таки танк, не имеющий себе равных, а внутри, возможно, он оборудован какими-то средствами антидроновой борьбы? Нет, не оборудованы ветки. Это оптимальный вариант в данном случае, который они смогли найти, чтобы вставить в отстреленные гильзы соответствующих боеприпасов. На самом деле не в первый раз мы уже встречаем такие вариации, поскольку в ремонтных подразделениях, рембатах, например, не хватает той же самой динамической защиты. И вместо динамической защиты используют вот такой вот вариант с гильзами. Опять-таки, если мы говорим о дронах Камикадзе, которые достаточно мобильные в пиве дронах, опять в зависимости от боевой части, то это для них не проблема. Они могут обойти ветки, они могут именно быть направлены в ту часть, которая наименее защищена. Особенно если они используют боевую часть в виде того же самого ПГ-7, выстрела от РПГ-7 с кумулятивной боевой частью, то там не поможет даже и гильза, в принципе, абсолютно. Поэтому это кустарщина, которая становится весьма и весьма распространенной в российских войсках. При дефиците динамической защиты «Контакт-1», при дефиците арматуры, чтобы противокумулятивные решетки, например, сварить, и при дефиците комплексов радиоэлектронной борьбы, стационарный, например, волнорез, как вариант, который очень пиарился в 2023 году российской пропагандой, им приходится использовать вот такие подручные средства. Всего остального просто критически не хватает. Ну вот к вопросу. Вы сказали РПГ-7. Для меня, например, было удивлением, когда буквально на глазах, на днях это было видео, подлетает дрон Камикадзе и попадает четко между башней и корпусом танка, и башню просто танковую сносит. Это может быть РПГ-7, где... Ну то есть о присутствии на этом танке какой-либо антидроновой защиты средств радиоэлектронной борьбы, то есть речь не идет. А вот о наших боеприпасах на дронах, что вы можете сказать? Они различные бывают. Иногда это тоже кустарные сборки, например. Но я не знаю, о каком именно видео вы говорите, но в принципе это вполне может быть, да, действительно кумулятивная боевая часть. И между башней самой и корпусом танка это в советских танках одна из наиболее уязвимых зон. Ее всячески пытаются закрывать, особенно сейчас там ставят, например, металлическое заграждение, металлические сетки, поверх металлических сеток ставят. Плюс еще динамическую защиту контакт-1. Сомнительное решение, но как эффект плацебо работает. А, собственно, попадание туда, да, конечно, это критическое для танка. И не только даже из РПГ-7, а в принципе всей номенклатурой вооружений противотанковых. Это серьезное повреждение, ну, в большинстве случаев с летальным исходом. Ну вот, кстати, к вопросу о дронах и средствах радиоэлектронной борьбы. Одна из последних российских дроновых атак по Украине. Так вот, часть беспилотников были сбиты, о чем читались в Генштабе. И отметили, что часть была погашена средствами радиоэлектронной борьбы. Вот в этом контексте расскажите о роли таких средств для противовоздушной обороны. Как это работает? Каковы перспективы? Могут ли эти средства РЭП применяться к ракетам? Могут ли россияне таким образом терять ракеты свои? Это в настоящее время становится все более популярной методикой отработки. Во-первых, алгоритм сам по себе был отработан. Изначально мы не имели возможности найти эти ключики к данным средствам поражения. Сейчас получили как соответствующую технологическую поддержку, так и были разработаны необходимые алгоритмы противодействия. И да, действительно, помимо категории «уничтоженный» дрон Камикадзе, например, есть и категория «посаженный», то есть там, где его можно посадить. Что это нам дает? Посаженный дрон Камикадзе при падении не взрывается. Вот это редкие случаи, когда он детонирует. Когда дрон Камикадзе сбивается средством противовоздушной обороны либо стрелковым вооружением, там, крупнокалиберный пулемет или зенитая самоходная установка, то если он не детонирует в воздухе, он при падении детонирует. В данном случае, когда идет работа РЭП, это обурбание всех каналов связи, и он идет на посадку без возможности детонации, ну, поскольку это своего рода как аварийная посадка осуществляется. Назовем это так. Это, конечно, некорректно, но условно так. И это позволяет даже в полной целости и сохранности впоследствии даже изучить этот дрон, что в нем нового, что там дополнили. И благодаря чему мы, кстати, можем прослеживать цепочку модернизации этих дронов россиянами и иранцами в том числе. Что же до ракет, то, согласно той информации, которая опубликовалась, уже, да, действительно экспериментирует сейчас в вопросах посадки ракет таким способом. И некоторые успешные такие воздействия были осуществлены. Ракета аналогично. Она теряет наведение, она теряет возможность далее следовать по своей траектории полета. И все ее системы воспринимают это как внутренний сбой, то есть аварийный сбой. В таком случае она не детонирует, она просто падает с минимальной угрозой детонации. Это также довольно-таки эффективный метод, поскольку, когда ракета сбивается, если она не взрывается в воздухе и на землю не падают обломки, то падают в противном случае обломки вместе с самой боевой частью. И она уже детонирует на земле. Вот, судя по вашим словам, достаточно перспективное направление, да, в военной отрасли. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина намерена перевести на рыночные рельсы и производство средств радиоэлектронной борьбы. Что означает эта фраза Федорова по примеру дронов? Какой потенциал в этом вопросе Украины? И может ли это быть совместно с партнерами производства? Опять же, может ли это быть, по примеру, без пилотников создано отдельное подразделение в составе вооруженных сил Украины? Нет, отдельное подразделение, я не думаю, что имеет смысл создавать, поскольку, в принципе, оно является уже в составе войск, как-то либо их отделять. В принципе, оно как таковое уже есть радиоэлектронной борьбы. Что до средства поражения противника посредством, ну, их дронов или ракет посредством РЭП, то это тоже перспективное направление в предоставлении нашими партнерами необходимой технологической базы, а в первую очередь от него мы зависим. Я думаю, мы сможем решить эти задачи в ближайшее время на уровне выведения применения этих комплексов, точно так же, как и зенитно-ракетные системы и так далее. РЭП, он может быть разных типов. Он может быть окопного типа, защищая какую-то определенную позицию от воздействия противника, от тех же самых беспилотников. Может быть РЭП, который устанавливается на передвижную технику, мобильный РЭП, может быть полноценный стационарный комплекс. И поэтому в условиях, когда начинается фаза доминирования беспилотных систем, дронов Камикадзе, для нас тоже очень важна нашу сторону линии боестолкновений, чтобы максимально покрывалась системами радиоэлектронной борьбы. Александр, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим телезрителям. С нами на связи был Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Субтитры создавал DimaTorzok